Друзья, привет! Мы тут почти в центре Найроби. Уже хороший вечер, темно. И так, где мы находимся, нас друзья привезли в ресторан. Знаете, такой аналог «Карнивора». Рассказывали про «Карнивор». Ресторан, где можно просто много поесть мяса и заплатить просто. Ну вот, как вам сказать, у вас будет все включено. Даже не знаю, как вам это писать. Просто платите сумму денег. По-моему, здесь это 2 600. И едите мясо сколько угодно. Разное, разное мясо. Супается «Фого Гауччо». Бразилия стейк-хаус. Все, заходим сюда. Посмотри, какое дерево цветет. Кожа исключительно. Видно воду. И звезда какая красивая. Она огромная. Ну вот такие вот здесь развлекутся. Я надеюсь, снимать можно. Вау. Hello. Hello. Ну вот, в целом, ресторанчик такой. Есть напитки, короче. Так, с этим и в каком зале сели. У нас много залов. А это что такое? Короче, когда у вас зеленым перевернута, вам предлагают все. Ага, все. Короче, нам несут, когда зеленый цвет, а когда красный, нам не несут. Вот так, быстренько зеленый. Брайн сегодня наш официант. И так, мы заказываем что-то? А, это напитки. Все, Наташа, напитки это тебе. Так как я, наверное, буду пить просто воду, я не буду пить никакое вино, алкоголь я не пью. Поэтому выбор за Наташу, Наташа вам будет рассказывать. Наташа, когда ты выберешь и будешь проводить, ты просто расскажешь. Я просто не знаю. А мы дружно ставим лайки, пишем комменты и наслаждаемся вкусным ужином. Да-да. Наташа там сидит с друзьями, а тут, оказывается, есть буфет. Еще просто можно заходить, брать тарелки и овощи не брать. Ну, кстати, уже есть колбаска, уже нравится такая штучка. Всякие разные овощи, вяленые томатики. Наташи это понравится. О, салатик. Можно этим наесть-то еще. Прикольненько. Ух, какая женщина. Так, прикольненько. Всякие такие. О, мутоны. Мутончик, мяско. Колоритный чувачок. Ох, сладенькая так есть. Вау, вообще класс. Кексики. Ну, тут прям вообще поесть и поесть. Вау, вау, вау. Картошечка. Ну, картошкой мы не будем себе забивать. И тыквенным супчиком тоже. Мы хотим мясо. Нам должны нести мясо, пусть его несут. Вот, так это очень даже. Сейчас я наберу себе тарелочку поесть. И это будет вкусно. Что вы скажете? Ну, здесь что это вот такое меня интересует? Еще кусочки сыра. Вот. Офигеть. Вот это вот я хочу себе. И сейчас, наверное, это все организую. Набрала еды там, чтобы не объесться. Там написано, что вся еда, которую вы не доели, оплачивается. Ну, смотрите, вот. Уже попробовала, не знаю, что это такое. По-моему, ветчинка. А это вот срезано прямо с ножки. Да. Вкусная соленая. Салатик. Салатик вот. Сырочек. Пару салатиков с салями. Ну, очень свежая, вкусная. Но мы ждем мясо, самое главное. А еще здесь приправы есть, да? О, что-то принесли. Вот это. Это лэмб? О, давайте лэмбом. А, Андрей, что мне брать на подарок? Ага, я не знала. Понятно. Спасибо. Да? А я хочу. Мне можно? Ты будешь два куска? Вот так вот. Будем сейчас лэмбом. Ты два куска? Ты не съешь ли два? Да, я с ним два. Я попробую два. Давайте хоми ван. Они давали, Аташ. Какое-то. Ну, интересно все дело еще. Уже сидели, сидели и вы сидели. Нам принесли лэмбика. Салатик. Так. А что же вы ждете? Свининку? Или что еще будет? Да. А что тут входит? Тут... Я хочу показать. Покажем, мы не будем сушить. А ну. Ого. Ого. Это розе? Да. Вкусный, теплый, вкусный. Ух. Ого. Ого. Не-не-не-не. Ого. А, так есть еще меню для, Ого. Ого. Включай. сейчас мы узнаем что от креветочки принесли спасибо а крокодила мы ели биф я не хочу это биф только элита крокодила бы попробовали все мясо, которые есть креветки отданы ага, биф, стейк что к нам уже принесли вот и киш мы растерялись сейчас к нас прям набежали так я хочу а биф вот я не буду так это биф так что есть, можно засчитать биф, хамп, не знаю что такое хамп стерлоин стейк есть биф какой то еще биф это разные части разные варианты бифа, но говядину не хочется свинина и лэмп я пока не хочу это шашлык это шашлык это шашлык безусловно он вкусный но хочется конечно свининки пишите как вам мы растерялись даже знали что будет есть частей как-то удивительно давай 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 аккуратно там скользко сейчас наконец-то крокодила принесли вот он какой ниташа будешь пробуйте будешь рассказывать а мы уже его пробовали да да мы пробовали в обед нам и пробовали да заберем весь уже осталось крокодила мало так я бутылку все открыла и никак не все не поставлю крокодилчики так вот камера аж с перепуга не наводится так у тебя наверно на лучшее наводится в принципе нам уже еще тут сосиски должны быть раз-два два вида сосисок вилит турки индюшка вот анечки на карелке а и крокодил тоже уже есть то есть 16 это а страуса нет страус к олее не будет но мы страуса ели ну страус был недоволен конечно мы его ели Наташа ну давай пробуй начинай пробовать сейчас я прямо соль а салфеточек бумажных не бывает у них так все добавки здесь есть стоят ну нет мы тебе положили этого чимичури какой-то чимичури чили галик майонез и чесночный так кто с ним бутылку убирает и то в основном сюда им не вставили так что с чего начать с крокодила с крокодила да давай четкая крокодильная какая часть крокодила это кто знает а вич пату в крокодиле стек прифат как чест и чест и да и ребрышки сейчас сейчас он тебе предлагает положить это взял у него салфетку положил пахнет немножко чесноком а возьми его на вилочку покрути его это не сравнить с курицей вот вот крокодил мы только что взяли она не похожа на курицу но мягкая нежная вот и что сказать оно вкусное вкусное напоминает оно курицу не напоминает креветку тоже может кстати это есть рыба он же в воде народ пишите комменты крокодил это рыба если бы мне не сказал вот это это пеканя пеканя ху из пеканя биф а вае и порк порк из камень хорошо я уже столько наложила я пока не хочу давай пока это поедим насладимся я надеюсь что у вас тоже есть что-то есть срокодильчика но всех жалко но это вкусно качки приведу его красота кассанты отнесу ну давайте а можно вот отсюда давай наташ попробуй то кусочек ну красиво нарезают носят кассанта ну так бифчика попробуй тогда уж пожалуйста короче все надо ребят притормозить а то это ну видишь оно такое прожарки ой как его как медиум называется ну кровяная чуть-чуть да ну давай попробую это уже не кровь это уже сок если честно ну я так понимаю так самое главное чтобы проживался ммм 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 биф хороший биф это говядина не мне это похоже или сир сирлаин вот это внизу левая может все второе второе это где-то прямо за лопаткой прямо за лопаткой понятно ну что ж пора наверное мне покушать ну вот принесли слининку она существует мне такой кусок отрезали аж просто растерялась много жира но я не хочу это один 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 давай я тебе отдам половину кусочка и нормально будет кстати очень вкусно и биф я попробовала со мной поделились реально вкусно и очень классно ну горячая ничем с порком недосоленная как по мне вот немного больше соли но опять свинина есть свинина вот вот у меня вкус вот смотри сколько мы ну креветки они считаются не то даже вот эти крокодилы рассматривать мясо вкусный лэм он очень спокойно нейтрально очень классно сделан говядина классно даже вот этот шумчок мы попробовали вот еще по чуть-чуть можно есть мы рекомендуем самое главное я колбаску взяла о ребрышки форк о да будем спасибо молодой человек что пришли так мне же надо его взять побеждите очень тяжело держать камеру и брать форк ну я тебе справилась ну это а помиплись ты будешь вот такой вот форк красивый какой на ножичках что мне делать тебе нужно его взять а потом попробовать и нам поставить лайки так ну давай Наташа ну пахнет он горячий мне кажется блин мне так неудобно меня тут уже куча мало да наверное надо потихоньку отказываться потому что надо тормозить потому что глаза все съедят но это не нормально потом вдруг я не съем такую тарелку это не нормально нечего есть ну ладно я ее съем Наташа уж побольше Наташа глаза загребаешь ну сейчас Наташа попробует свининку еще чтоб точно нам описать вкус вкус кто не знает вкус свинин кто не знает вкус свинин вкус и невкусный ну реально как готовят это же одно чикен чикен не как-то курицу брать после этого всего сеньки сеньки не как-то чикен не хочется сеньки наук сеньки наук но горячая горячая да ну Наташа все-таки вот пытается вам откусить что я хочу сказать говядина мягче чем свинина ну значит кто-то здесь умеет готовить говядину лучше чем свинину а ты знаешь так у них в принципе свинина не очень-то и давно появилась на рынке хотя в принципе они нормально ну не все же мусульмане здесь поэтому но вкусно на вкус да пока первое место отдаем бифу как ни странно да я мясо отдаю всему мясу а потом еще десерты будут ну ставьте лайки вы десерты хотите увидеть из мяса конечно 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 десерты только из мяса сейчас погодите Натальенька офигела от вина просто Наташа это розе собственная сладость как там как там ассайм да это собственная это что это это снимаем видео мужик подошел поставить нам такую одноразовую смешку это для романтики это для чего для романтики я боюсь я снимаю видео пожалуйста представь себе что ставить короче ароматное супер это южно-африканское вино фирму я так и не поняла мы поняли фирмы мы не поняли фирмы у тебя очень вкусно оно во-первых оно реально сладость спокойная оно не полусухое не полусладкое полусладкое но это отлично если натуральная сладость именно своя но я по твоему лицу уже сильно поняла просто я вину очень спокойно к вину отношусь а это фантастика это фантастика но для меня это фантастика реально я такого не пила честно поздравляю класс даже нотки меда а вот и десертик это ананас это банан тебе тоже во фритюре или в чем а это ананас это ананас ананас так бери еще так тебе что же да еще ананас ну оно маленькое я хочу больше что мы называем панаполь в украинском ананас 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 у меня руки трусят с вами ну вот такой десертик у нас сегодня надо же попробовать обязательно обалдеть давай я потом попробую обалдеть ну что народ смертельный номер можно так сказать потому что мы уже объелись представляете сколько мы объелись мягкий а покажи какой он такой это как бенкере а неинтересно это левый так он какой то как с алкоголем нет обалдеть вот такие шикарные десерты наталья рассказывайте как вам все ушло пришла я не жила до этого боже какой вкусно такой кайф да а что оно банан и жареный банан и сладкий жареный банан нет я думаю это нет я не знаю это точно ну или банан придает такой аромат это такое многообразие когда я отрезала я понюхала я думала что алкоголем что-то пропитано но видимо такой банан ароматный что-то чокнуться можно вот такая вот ситуация у нас ну все сейчас я на нас буду пробовать чем я это попробовала как жить дальше никак как жарить бананы а теперь нам придется жарить бананы таких бананов я навряд ли думаю что да но будем надеяться что все-таки мы найдем бананы и пожаривать ну по крайней берегу того может на океане найдем же правильно попалки можно проводить у меня жареный ананас у меня тоже он будет но думаю что надеюсь смотрим если у нас пока еще у меня не больше вот это да ну пробуй но ты это может действительно на право ананас теплый с корицей он не жареный такой чуть-чуть прижаренный можно так сказать нет 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 десерт очень интересный оля оля положи положи серьезно положи возьми от того куска там больше корицы что такое все они правильно первый кусок отрезали последствия они отрезали неправильные куски да ну да напоминает печеный ананас вот как печеное яблоко ну он как печеный печеный все ну это классно сочный это он сочный и знаете он не тяжелый как реально десерт как мне уже порекомендовали друзьям после этого можно поесть еще мясо ну правильно ананас же белок растапливает скажем так или как он печеный такой хороший перченый или печеный сладкий вкусный ананас класс с корицей со любовь ну что прикольно народ ставьте вы ставьте лайки пишите коменты вы себя дома жарите бананы или ананас это просто чисто интересно может кто и делает напишите рецепт ну что шашлык из ананаса нормальная тема да вырастил пожалуйста на шашлык и это сготовим в этом сосисочка привезли натальненькие сосиски ой как пахнет это говяжье ну вот наверное последнее что мы здесь попробуем но мы еще ананас еще взяли я акции последнего а что еще мы будем брать прокатил еще дел дел ну ладно я шучу еще я заказала сосиску из свинины прикольно громкая компания молодцы ребят не расходится все я поняла но мы снова взяли в корице ананас это просто что-то безумно вкусное мы точно его еще поедим ну давай если это не горячий давай сосисеньку попробуй там ну это точно биф ну вроде биф ну давай о горячая 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 нет в следующей серии включится горячая горячая пока дай даю пока едим вот у наташи уже тарелочка вот уже уменьшается настала чтобы наташа не сдавалась сосиску попробует ну аромат прекрасный вообще аромат сосиски или мясо мясо как мясо вкусная сосиска да без перца без ничего красота не острая тут вообще практически как мясо смотри ну то есть нет число и еще какой-то вариант почистки там сыр еще а с сыром да thank you ну давай очень классная биф сосисочка шикарная но она горячая наверное ой она на меня прызнула ну что прием будем стираться чешу там компания какая я взяла разошлись разошлись что такие тихость присматривались друг другу а тут бачок а ну сейчас где тут сыр сырок что-то потекло покажу нет вот оно не видно оно потекло и я забрызгала твою палочку ну это пахнет хорошо так нормально ну привет меня зовут Брайан меня зовут Брайан меня зовут Брайан шикарно 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 Брайан шикарно Брайан молодец я буду научили Брайана украинской мови с первого раза просто да талант так что у нас с сосиской значит выбрать я не могу что краще реально а второй вариант расскажи про него что второй вариант сосиски это свинина сыр я не очень чувствую оно очень ну так есть немножко но нет ну такого прямо не берет на себя что прямо там сыра много солоноватее чем вот по солоности классный бип говядинка а вот это вот ну классно а классно спасибо 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 ребята услождайся ну вы там Натальеньке лайком нашлепайте уже не пожалейте ваше здоровье ваше здоровье ваше здоровье не успели вам снять как привезли шашлычок это говядина биф с чесноком да так ну чесночный соус я так понимаю биф с чесноком сейчас попробуем уже конечно аромат прекрасный еле пробуем едим для вас вы уж пожалуйста не пожалейте лайка и комментом бедняжки так научимся Наталья вон с ананасом не может справиться я справилась очень вкусно он немножко твердоват но очень вкусное мясо реально вкусное мясо и вот с этим соусом классно ресторан рекомендуем теплая душевная атмосфера и вкусная еда да тем более он находится на аэропе не очень далеко по сравнению с этим карнем в город да ну мы там не были не можем сказать там хуже лучше но по крайней мере есть альтернатива и 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